В городе Угольщиково до страшных подробностей повторилась история массового убийства в Подсиним осенью 2012 года. Напомню, тогда мужчина убил родных детей, жену и ее родителей, а затем застрелился сам, оставив предсмертную записку и деньги на похороны. Накануне в Черногорске в одной из квартир нашли тела супругов и их шестилетнего ребенка с места происшествия Ольга Стельмах. В ту ночь никто из жильцов в Черногорской пятиэтажке подумать не мог, что буквально за стеной образцовый муж и отец расправился со всей своей семьей. Ни единого крика, ни с хлипа. Андрей Лейфер отнял жизнь самых близких ему людей, жены и сына, когда те еще спали, постельное белье в лужах крови. Да, узнали, был шок. Чего не слышно вообще было? Вообще никаких там ни звуков странных, ни криков, вообще ничего не было. Не слышно вообще, их не видно было. Но очень ребенок маленький, поэтому вообще стало хорошо, слышно было бы. Больше всего досталось ребенку множество ножевых ранений. У шестилетнего малыша не было шансов выжить. После расправы с сыном и супругой мужчина зарезал и себя, оставив в квартире 100 тысяч и записку. В ней сознается в убийстве и просит похоронить их семью. Есть что-то общее с трагедией, произошедшей в Подсиним. К сожалению, опять-таки и характер причинения повреждений и лица, то, что, к сожалению, погиб один ребенок. Даже после обыска и опроса соседей вопросов у следствия остается много. Как примерный семьянин, так зверски расправился со своей семьей. В браке супруги прожили больше девяти лет. Воспитывали позднего, долгожданного ребенка. Мы же живем, видим, как он, допустим, ее называются, любимая жена, Аленушка. Как? Аленушка всегда, больше по-другому никак не слышали пьяного, не видели его. Плохого, вот, ну ничего невозможно сказать о них. Никогда ни скандалов с их квартир, ни шума, ни криков. Всегда все было даже. Все в таком неведении не знаем, что произошло. Сегодня строят различные версии. Ключевая. У семьи Лефер были огромные долги. Квартира в залоге. И, как назло, проблемы с бизнесом, о которых знали даже соседи. Все вроде как налаживается у них. Как-то что-то вроде как сдвижки в бизнесе. Что-то вот началось у них же. Бизнес свой. Торговля женской одежды. Отдел там свой бизнес. Есть предположение, у мужчины сдали нервы после давления коллекторов. Реальная причина жестокой расправы следствию еще предстоит выяснить. Из квартиры изъяли ежедневник и другие личные записи убийцы. По ним проведут медико-психологическую экспертизу. Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Более 130 тысяч рублей лишился житель Алтайского района. Именно такую сумму он получил от продажи дома. Деньги были списаны со счета судебными приставами. Мужчина задолжал по алиментам около 80 тысяч рублей. Остальные средства пошли на возмещение материального ущерба гражданам. Работать и платить алименты мужчина не хотел. Доходы от случайных заработков пропивал. В ходе работы по исполнительному производству поступила информация, что должник продает дом. Деньги покупатель собирался перечислить на расчетный счет. Судебные приставы наложили на него арест и вынесли постановление о списании денежных средств. Сегодня в здании республиканского отделения пенсионного фонда начался капитальный ремонт. Работы продлятся до декабря. Руководители отделения заверили, что прием посетителей будет продолжаться. Но клиентам рекомендуют запастись терпением к временным неудобствам. В пятиэтажном здании отремонтируют каждое из более чем 100 помещений. Часть кабинетов уже освободили. В них хозяйничают строители. Остальные ждут своей очереди. Капитальный ремонт потребовался пенсионному фонду всего через 7 лет после сдачи здания в эксплуатацию. Почему так произошло, рассказали сегодня руководители отделения на пресс-конференции. Техническое состояние здания было обследовано по распоряжению головной организации пенсионного фонда России. В итоге было решено провести капитальный ремонт. Средства на него 24 миллиона рублей тоже федеральные. Обследование проектной организации показали о том, что есть у нас трещины, которые надо устранить, усилить фундаменты, добавить отмостки, потому что подтекание под фундамент есть. И поэтому мы это все устраняем. Кроме того, очень много работ, которые направлены на улучшение доступа маломобильных групп. Речь идет об инвалидах на колясках. Для них расширят дверные проемы, сделают более доступными санузлы. А еще переделают пандусы вместе с крыльцом. Ступени на нем из-за землетрясения или осадки грунта опасно просели. Начнут ремонт с крыльца Абаканского управления, куда в основном и приходят клиенты. В связи с проведением капитального ремонта в здании отделения, с 12 августа по 1 сентября в течение трех недель мы просим жителей города Абакана потерпеть и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Клиентская служба города Абакана в это время будет осуществлять прием в помещении отделения на первом этаже. Зал для приема посетителей в отделении вдвое меньше, неизбежны очереди. Поэтому сотрудники пенсионного фонда рекомендуют жителям Абакана в эти недели решать вопросы по телефону. Большинство услуг доступны также по интернету, на сайте ведомства или в многофункциональных центрах. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Специалисты министерства и ведомств Хакасии проводят проверку пришкольных спортивных площадок. Особое внимание уделяется их техническому и санитарному состоянию. Уже проверены спортивные площадки Ширинского, Бейского, Усть-Абаканского районов, а также в Черногорске, Саиногорске и Абакане. В целом состояние большинства площадок признано удовлетворительным, а их оснащенность полноценной. На территории для занятий физкультурой установлены футбольные ворота, волейбольные сетки, брусья, турники и шведские стенки, а также места для болельщиков. Информация по выявленным в ходе проверок замечаниям в оперативном порядке доведена до управления образования. Недоработки будут устранены. Дачников Хакасии вновь поддержали. Как и в прошлом году на развитие инфраструктуры из бюджета республики выделено 25 миллионов рублей. Практически все товарищества, которые подавали заявки, гранты получили. В ближайшее время 36 дачных обществ начнут осваивать полученные средства. Поддерживать дачников правительства республики начало в 2011 году. К тому времени водопроводы, дороги и энергосбережения в дачных обществах были в таком разбитом состоянии, что никаких членских взносов не хватало на восстановление разрушенной инфраструктуры. Дачи стали забрасывать. На ремонт и реконструкцию нужны были большие деньги. Их огородники Хакасии получили. За три года действия программы бюджет республики выделил 71 миллион рублей. Я уверен, что эти деньги будут использованы эффективно, как делалось в прошлом году. Это энергетика, это дороги, это вода. Это многие-многие вопросы. И действительно, сегодня можно отметить, что те проекты, которые защищены уже сегодня, они не просто как бы случайно выхватили какую-то тему, аварийную тему и закрыли, и радуемся. Нет, это в плановом порядке, продолжение работы, которое было начато два года назад. Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка» в программе участвует третий год. На правительственные гранты плюс свои деньги планомерно восстанавливает энергоснабжение. В начале 2000-х с участков украли все провода, трансформаторы и даже спилили деревянные столбы. Сегодня практически весь массив оснащён железнобетонными опорами. В ближайшее время их установят на трёх последних улицах и энергетики начнут подключение. Для нас электроэнергия – это самый больной вопрос. У нас централизованного водоснабжения нет, и поэтому всё зависит от электричества. Тем более, наш массив находится в черте почти города. У нас очень много живут, построили дома, такие добротные, да. Очень много людей проживает на массиве, прописано уже очень многие. И поэтому электричество – это самый наслышный вопрос у нас. Правительственная программа подтолкнула дачные общества республики стать более организованными, регистрироваться и вновь платить членские взносы. Это одно из обязательных условий получения гранта. В этом году наконец-то активизировались дачники Абазы. Из 18 местных обществ два зарегистрировались, подали документы и получили денежную поддержку в сумме 500 и 200 тысяч рублей. Это первый шаг со стороны абазинцев. Я просто уверен в том, что сейчас на этом примере все другие общества, руководители этого общества, начнут более активно оформлять документы. И в следующий год, думаю, что они все выставятся на эти гранты. Программа «Дач Хакасии» долгосрочная. Финансовая поддержка садовым товариществом из регионального бюджета будет оказана и в следующем году. Между тем, депутаты Верховного Совета Республики обратились в правительство России с просьбой разработать федеральную целевую программу по поддержке дачных обществ. Алис Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. 90 вариантов названий нового района в Абакане поступило от жителей города. В конце июня администрация предложила горожанам самим придумать название жилого массива, расположенного в границах улиц Некрасова, Крылова и Итыгина. Главное условие – название должно быть на хакасском языке. Впервые будущий жилой массив многоэтажной застройки по опыту других городов получает возможность именоваться звучным названием, которое бы отражало национальный колорит столицы Хакасии. Предложения по названию принимались в течение месяца. Из 90 поступивших вариантов комиссия уже завтра выберет 10. Их и представят на общегородское голосование на сайте администрации, где любой желающий сможет выбрать понравившийся вариант. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА